Глава вторая Книги Есфир И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей в месте остинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мордахей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией царем иудейским, которых переселил Навуходоносор царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Есфир, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красивостаном и пригожилицом. И по смерти отца ее и матери ее Мордахей взял ее к себе вместо дочери. Когда было объявлено повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была Есфир в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у нее благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней из дома царского. И переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Есфир ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мордахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксеркцу, после того, как в течение двенадцати месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, и во столько времени продолжались дни притирания их, шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими, Тогда девица входила к царю, чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаазгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мордахея, который взял ее к себе вместо дочери и идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж-жен, и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце Тебефе, в седьмой год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на месте, на место Естинь, Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мордахей сидел у ворот царских, Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и народе своем, как приказал ей Мордахей. А слово Мордахея Есфирь выполнял и теперь так же, как и тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мордахей сидел у ворот царских, два царских Евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мордахей сообщил царице Есфири. А Есфирь сказала царю от имени Мордахея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мордахея в книгу древних дневных записей у царя. Мордахея 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 Мордахея